Всем привет, с вами Вика, и так как уже подходит к концу сезон Back to School и вы все очень любите мои обзоры фильмов, то сегодня будет подборка фильмов про школу, про подростков, то, что вы любите. И да, знаете, есть такая тема, когда тебе очень нравится какой-то фильм, и ты в Google или еще где-то пишешь, допустим, там, фильм типа «Идеальный голос», да? Так вот, все три фильма из этой подборки для меня являются друг другом типа, если так можно сказать. Все фильмы очень классные, я их безумно люблю. И напиши, пожалуйста, в комментариях, хочешь ли ты, чтобы я делала подборки фильмов, чтобы они были похожими друг на друга в какой-то степени, или чтобы я просто делала много фильмов про подростков, например, или про что-то другое. Мне очень важен твой ответ, поэтому жду твой коммент внизу. Ну а перед началом видео не забудь поставить палец вверх под этим видео, также не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего нового видео. И если тебе все еще интересно, то давайте поскорее начнем. Первый фильм называется «Простушка». Школьники всех поколений всегда давали друг другу клички. В каждом классе были качок, ботан, чудик, принцесса, стерва. Но времена изменились. Кстати, твои подружки потрясно выглядят на танцполе. Они не спрашивали обо мне? Знаешь, я не нанималась сливать тебе интимные подробности о своих лучших подругах. Да ладно, чего такого? Это прямая обязанность любой жупы. Прости, чья обязанность? Жупы. Жеупа. Жирная, уродливая подружка. Бьянка Пайпер – обычная старшеклассница. Одноклассники используют ее как ходячую шпаргалку, а лучшие подруги красуются на ее фоне. Но когда она узнает от своего соседа и по совместительству первого красавчика школы, что она жупа, она решает кардинально измениться, о чем и просит помощи Уэса. Взамен она помогает ему с учебой. Фильм очень классный, веселый, смешной и интересный. Я уверена, что тебе он понравится. Ну а следующий фильм 2016 года, кажется, и он называется «Почти 17». Здрасте. Занят. Простите, что отнимаю время, но я покончу с собой. Главная героиня этого фильма, Найдин, убеждена в том, что некоторым людям предначертано быть успешными и популярными, а некоторым нет. У нее есть только ее лучшая подруга, и ей этого вполне достаточно, но в один прекрасный момент она застает ее и своего брата вместе. Она очень недовольна, устраивает скандал, ссорится с подругой и в конечном счете остается совершенно одна. Все, кто у нее остается, это учитель со школы мистер Брюнер, в котором она рассказывает о своем самоубийстве, и у них складываются достаточно странные отношения. Итак, все плохо, я просто хочу быть с тобой. Хочу твои губы на моих сосках. Хочу заняться этим в подсобке. Господи, да скажите что-нибудь, помогите мне! Здесь заняться пишется с мягким знаком. И последний на сегодня фильм называется «Ангус стринге и поцелуй в засос». Не судите по названию, фильм просто замечательный. В свои 14 лет Джорджия, главная героиня фильма, еще мало что знает о жизни, но уже многим интересуется. Переживая переходный период взросления, Джорджия мечтает стать красивее и чтобы на нее начали обращать внимание парни в школе. В идеальном свете она себя видит красивой блондинкой с маленьким носиком и пышной грудью, но в реальности все обстоит иначе. Джорджия, как и другие девчонки, переживает массу разных чувств, эмоций, переживаний и курьезных ситуаций. От сбритые брови и неудачного костюма для вечеринки, до поцелуя с другом Робби. Возможно, в погоне за идеальной внешностью и популярными мальчишками Джорджия не заметила самого главного. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео и ты хочешь еще подборочки. Поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, не забудь, конечно же, нажать на колокольчик. Напиши в комментариях, какой фильм тебе понравился больше всего и какое видео ты ждешь меня в следующем. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Сияйте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok